Привет, друзья! С вами Black Ink. И сегодня я вам расскажу про 5 сайтов, которые я использую в своей работе. Artstation. Artstation я использую как сайт-портфолио. Также здесь я могу вдохновиться, какие-то посмотреть тренды. Могу посмотреть различные туториалы, бесплатные, платные. То есть, все это есть, все это можно найти. Также здесь можно найти работу, посмотреть журнал, который выпускает сам этот ресурс. Также сайт предоставляет вам бесплатное место для размещения вашего сайта, сайта-портфолио. А если вы имеете Pro-аккаунт, то вы можете подкрепить сюда свой домен, что весьма очень удобно и круто. Более подробно вы можете изучить сами, пощелкая различные вкладки. Здесь очень-очень много всего, здесь много крутанов, и я думаю, вам очень понравится. Следующий сайт, который я хотел бы отметить, называется Pinterest. На этом сайте вы можете найти любые референсы на различную тематику, различные стили. Можно найти также какие-то туториалы и различные фотографии, зарисовки, скетчи. Все это можно собрать в одну доску, секретную или публичную, либо по ссылке, как на YouTube, и поделиться с друзьями, либо оставить для себя скрытую доску. То есть, когда вам нужно будет, вы зайдете, посмотрите свои референсы, которые вы выбрали, и будете рисовать. Далее я порекомендовал бы сайт Instagram. Как бы не банально это звучало, но это очень крутой сайт. В плане того, что здесь можно также хранить свои работы и потихоньку собирать аудиторию, которая будет оценивать вас по достоинству. Также здесь можно найти других художников, с которыми можно либо пообщаться, как друзья, либо просто вдохновляться ими. Помимо этого, вы можете разместить свой арт, дозадать ему геолокацию, и, возможно, ваш арт попадет в топ по вашей геолокации, например, вашей улице, и друзья, знакомые увидят это и подпишутся на вас. Я использую этот сайт как сбор аудитории, который я могу показать свои работы, и, возможно, кого-то вдохновить на другие рисунки. Flickr. Flickr очень крутой сайт, если вам нужно найти какой-то интересный фон, опять же, референс или текстуру, возможно, даже так. Здесь очень тонкая настройка по параметрам. Например, здесь можно найти изображение по какому-то цвету, по какому-то паттерну, по рейтингу, или с открытой или закрытой лицензией. Но, знаете, здесь скачать просто так нельзя, поэтому ему надо скачивать либо через исходный код в странице, либо искать какие-то плагины дополнительные, а они есть. В общем, очень рекомендуют сайт для поиска информации. В своей работе я очень часто обращаюсь к этому сайту. И последний сайт, который я хотел сегодня для вас рекомендовать, это BadKing. BadKing это просто сокровище для любого художника, который увлекается 3D и в своих работах неповсеместно использует 3D из 2D. Например, здесь можно найти как альфа-карты, какие-то кисточки для ZBrush, материалы различные, настроенные уже модели, чтобы что-то скитбашить. Также текстуры нормальные и различные уроки, которые также помогут в освоении ZBrush. В общем, сайт абсолютно бесплатный, регистрируйтесь или не регистрируйтесь, скачивайте все бесплатно. Это очень крутой ресурс. Если вам понравилось видео, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, подпишитесь на мой инстаграм и другие социальные сети. Также напишите мне в комментарии, какие сайты вы используете. И, возможно, в следующем видео я попытаюсь немножечко про них рассказать другим людям. И если мы соберем 100 лайков, я запишу следующий топ 5 сайтов, которые помогут вам в вашей работе. Всем спасибо, с вами был BlackInk, пока.